В 2002 году, успешно закончив наше училище в Новом Рингое по строительной отрасли, я сразу же устроился в сфере ЖКХ в связи с тем, что строительная отрасль и ЖКХ очень между собой похожи и переплёстываются в этом направлении. И сделал выбор очень правильно, как показало время. И в 2010 году меня уже назначили на должность мастера участка. Далее в 2013 меня назначили уже на должность старшего мастера. В этом же году меня назначили уже замначальника ЖЭУ. И в 2014 году меня назначили уже начальником ЖЭУ. И уже по истечению 7 лет, в 2020 году, меня назначили на должность главного инженера. Профессию выбрал не зря, не жалею ни разу об этом. Уже на сегодняшний день 21 год я в этой сфере работаю. Так что вот. Минусы работы именно моей заключаются в том, что согласно моей должности, я должен знать очень много сфер направлений по технической части. И все технические вопросы предприятия лежат только на мне. То есть и такие, как газовая безопасность, электробезопасность, работа лифтов, приборы учёта, тепловые пункты. Это всё необходимо конкретно мне знать и в этом разбираться, чтобы оказывать достойную услугу населению. Мы всегда находим общий язык с населением. То есть всегда идём навстречу и очень приятно получать отзывы от жителей, когда мы помогли чем-то, чем-то порадовали. То есть это есть эффект моей работы. Бывают недовольные горожане, но в итоге просто не понимая зону ответственности управляющей компании, либо других каких-то организаций, с кем заключены совсем другие контракты. Это, допустим, по очистке межквартальных проездов, потому что люди чаще всего по старинке думают о том, что данными, видами работ занимается управляющая компания, хотя это не так. Но после встречи, разъяснений люди понимают и уходят удовлетворённые в этом вопросе. Сейчас мы практикуем, внедряем систему умная домофония по жилым домам, где люди, подходя к домофонной двери, входят в подъезд по определению лица. То есть домофон видит человека, знающего, и этому человеку уже не нужен ключ, он просто попадает домой. А если он находится, не знаю, в гостях где-то, и кто-то к нему в квартиру позвонил, он себя на смартфоне прекрасно видит, кто к нему пришёл. Он может открыть или неоткрыть ему дверь. Модернизация жилого фонда производится постоянно. То есть сейчас вот даже у нас есть опыт внедрения новых технологий обшивки зданий композитным материалом, вот как Губкина 11, прекрасный вариант, молодёжная 15. Вот прям, если бы вот так вот все дома обшили, это вот, наверное, моя мечта такая была бы. Потому что это сразу энергоэффективность, это уменьшение оплаты населения за тепловую энергию, так как дом уже сам себя греет, и тепловые узлы нового образца уже не дают потребление таких сильно больших гигакалорий. То есть мы сравнили, анализировали это всё, да, и красиво, и надёжно. Молодёжь, она идёт в эту сферу ЖКФ? Молодёжь идёт. Я приведу пример. Месяц назад мы взяли молодого человека, 22 года ему. Парабра работав буквально он сколько? Месяц, наверное, очень заинтересовался, и по нему видно, что это интересно. Поэтому молодёжь идёт. Но опять же, молодёжь должна идти обученная хотя бы минимальным строительным каким-то нормам, потому что всё-таки сфера ЖКХ – это ответственная очень сфера. Бывало такое, что, да, срывало часть кровли и сильный ливень топило. Это, да, серьёзная авария считается. То есть или после проведения каких-то там пусконаладочных работ в зимний период, в сильно отрицательной температуры происходит порыв. Такое бывало, да, это очень опасная ситуация. В любом случае, любая проблема устраняется. Пожелаю коллегам своим счастья и здоровья, во-первых. Во-вторых, это поменьше аварийных ситуаций, нештатных ситуаций на жилом фонде. Ну и всё, наверное, на этом.